Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Сара, включись. Я включился. Я не включился. Включился. Отойдите дальше, дайте детям докормиться. Девочки, подожди. Вот, Лебедрома. Сейчас, одну секунду. Девочки, кто не получил, да получите быстро. Там все не получили. Все не получили. Все не получили. Никто не получили. Завтра будет еще хуже, не переживайте. Ольга Петровна, скажите, пожалуйста, будет медсестра. Обращались дети с вами с жалобами? В логику? Никогда не обращались. Никогда не обращались? Никто не обращался. Никогда. А то, что нашли на днях, вот в пятницу, 77 килограмм тухого мяса, это... Девочки, все многое. А как же такое получается? Как получилось? Получили в четверг мясо. В среду вечером. Наш бухгалтер, была команда, порезать мясо миленьким кусочком. И сложить целлофанным пакетом. Мы так и сделали. Как сказали бабы. Которые влияние на вас бухгалтеры? Нужно меня пожаловать. Это вы у нее спросите. А скажите, пожалуйста, вы что ее... Мы точно так и сделали. Мясо было свежайшее, красивейшее, свидетельно и очень много. А как такое может быть, потому что за одну ночь мясо просто превращается, так глядя, но... В целлофанном пакете, мелким куском, оно легло очень плотно. И камера не потянула. Снаружи оно заморозилось. А внутри, внутри, оно задохнулось. Пропасть оно не могло. Оно задохнулось, потому что не было доступа туда ни холода, ни воздуха. Ну, а самое интересное, самое интересное, бухгалтер, когда... Мы знали, что при инвентаризации мы были совершенно по всем готовы. Но никто не думал, что внутри, может, оно не заморозит. Понимаешь? 77 килограмм. Кошу в миле? Нет. За цену. За цену. Спасибо большое. В итоге, в итоге, когда начали проверять это негодно, бухгалтер пишет, ах, заставляет всех подписаться, что у нас... Ну, в принципе, мы и не возражали. И мы обещаем ей, что мы поменяем это мясо, мы договоримся с поставщиком, мы поменяем. В субботу мы договоримся с поставщиком, он нам обещает, говорит, что Лена Петровна позвонила, объяснила, что такая-такая проблема. Он скажет, что у него проблемы. Я привезу мясо, мы его разменяем. Вы мне дадите то, я вам дам это. Мы звоним бухгалтеру, звоним всей комиссии, что приезжайте, в 10 часов будет машина с мясом. Это мясо отгрузим, это мясо получим. Нет, мы не приедем так, как у нас акт, так и ну это. А по интернету уже пошел акт. Какое имел право бухгалтер пускать по интернету? Какое он имел право, вот этих родителей, которые ведут сюда детей, и которые надеются, что тут все хорошо, и она может спокойно работать. В итоге, бухгалтер поднимает всех на уши. За что, про что? Что ей лень было подняться, или хотелось быть звездой Ютуба? Это 10? Что вы здесь бухгалтеру? Это не право. Скажите, пожалуйста, давайте сейчас поговорим, прошу. Что не право? Все как? Скажите, пожалуйста, вот тоже есть такая информация, то, что мясо должно было быть утилизировано в пятницу, но в понедельник 10 килограмм мяса, 10 килограмм мяса приготовили детям еду. Извините, можно я про это? Вы не занимаетесь ерундой. Пришел, знаете, приезжали 80 килограмм мяса, из них взяли дети. А не право. Что вы ерундой занимаетесь? Бухгалки могут заниматься ерундой, если это говорят родители сейчас. Ну, родители много чего говорят. Я посмотрю, кто будет завтра работать. Медсестры нет, поваров нет, кладовщика нет. Вот пусть работают. Я слышу, Вадим, все.